Не забывайте подписываться на канал, нажимать колокольчик и ставить лайки видео. Новости каждый день. Всячески поддерживают знаменитого кутюрье. Торжество по случаю 83-летия Вячеслава Михайловича было грандиозным. Внимание гостей привлекали модели, облачённые в экстравагантные наряды. Приглашённые знаменитости вручали модельеру ценные подарки. Как в тот момент чувствовал себя зайцев, который практически не вставал, остаётся только догадываться. Говорят, кутюрье уже давно не ходит самостоятельно. Он передвигается с посторонней помощью и использует рость. Авторы телеграм-канала Немалахов и вовсе уверены. Бедный Слава Зайцев не говорит и никого не узнаёт. Поклонники переживают за тяжело больного модельера и молятся за его здоровье. Долгих лет жизни ему. Очень симпатичный, но больше всего восхищает то, что он ещё что-то творит. Старости болезни, к сожалению, настигают всех, высказались читатели комсомольской правды. Известные российские кутюрье редко появляются на публике и давно не даёт интервью. В последнее время его имя фигурирует в новостях, связанных с долгами его дома моды. По данным СМИ, кутюрье должен несколько миллионов рублей. Недавно стало известно, что Вячеслав Зайцев больше не будет управлять своим детищем. По знаменитого отца займёт его наследник Егор Зайцев. В своём инстаграм он опубликовал видеообращение к своим поклонникам. За него говорили его помощники, а в конце видео Зайцев помахал всем рукой. Его кожа выглядела слегка пожелтевшей то ли от освещения, то ли от недуга. По словам приближённых кутюрье, он дал им последнее указание перед празднованием своего 83-летия, который он планирует отметить в ресторане «Ярь» отеля «Советский». Кутюрье пригласил Аллу Пугачёву, Максима Галкина, Зураба Цертелли и многих других. Ранее Степан Менщиков обнародовал совместные фотографии с гуру моды и пожелал 80-летнему Зайцеву крепкого здоровья. Многочисленная аудитория мгновенно разделилась на два лагеря и принялась обсуждать заболевшего Вячеслава Михайловича. Одни отметили, что несмотря на тяжёлый недуг, художник продолжает улыбаться и наслаждаться жизнью. Другие же принялись осуждать состояние Зайцева. Нашлись и те, кто публично перемыл кости модельеру и посоветовал уйти на покой. Менщиков дал отпор назойливым комментаторам и напомнил о возрасте творческой личности. Не понял, мастеру восьмидесятка. Ты не мороси. Степан встал на защиту маэстро.